Ух, друзья, какой же грандиозный ролик вас сегодня ждет. Я сыграл две Викингиги. Своим составом за сборную России. Состав стоит там лям с копейщиками. И своей основой за 10 миллионов монет. И результат, мягко сказать, меня удивил. Так же, как и этот состав. Вы посмотрите, кто мне встретился. R9 и Пеле первообладатели. Что это такое, друзья? Там такая кулстори с этим аккаунтом. Поэтому посмотрите видос до конца. Также я вам сегодня покажу красивые пакетики, которые я открывал в магазине. И без FIFY Mobile не обойдетесь. Но она будет в самом конце. Кому надо, тот посмотрит. Там тоже дроп грандиознейший. Пожелаем всем приятного аппетита. Приятного чаепития, кофепития. Или что вы там пьете? Поехали. Ну и, конечно же, друзья, перед тем, как мы продолжим, хочется напомнить вам о моих спонсорах. Это компания Winline. Ссылочку на мой Телеграм вы найдете в описании. Там переходите по закрепу. И забирайте бонус от моих партнеров. А если вам нужны монетки, EFC, FIFA Points. Все, что душе угодно. Мой сайт PandaStore также будет в описании. В общем-то, друзья, проснулся. Я в 9 утра. И я подумал, что это у меня много свободного времени сегодня. И решил провести эксперимент. Сравнить два моих состава. Состав за 10 миллионов. И состав за 1 миллион. С эволюционной сборной России. Собственно, с этой команды я и начал свой путь в Викенд Лиге. Начали, как обычно это и бывает, с довольно-таки лайтовых соперников. Параллельно я эволюционировал Илюченко. Чуть позже про него расскажу. Первый матч там 5-0. Второй матч там 2-0. В общем, отлетали все только так. Ну, как вы знаете, это тот сценарий, который может вас немножко, так скажем, подъебать. Потому что дальше происходит вот это. Посмотрите на эти шикарные отскоки. В следующем матче практически то же самое происходит. Опять какие-то невероятные отскоки. И вообще, если в целом охарактеризовать эту Викенд Лигу двумя словами, это ебаные отскоки. Как они меня заебали. Посмотрите вот на этот шедевр. Сколько раз этот мяч отскочил на ногу. Ну, как будто бы, знаете, вот бывают моменты, когда тебе уже кажется, что игра запрограммировала, что это будет гол. И ты уже нихера не сделаешь, чтобы его не пропустить. Зато, смотрите, как красиво тут у меня какой-то мэн забивает. В общем-то, отыграли мы 9 матчей. В таком непонятном темпе. И стата у меня была 4-5 вроде, да, что-то такое. Сами понимаете, не очень грандиозно, даже учитывая, что у меня состав сборной России. Поэтому я там взял какие-то арендованные карточки. Кто-то у меня там на заменке был. И мы пошли уже с новыми силами доказывать. А тут есть что доказывать. Мбаппе нам встречается в составе. Тут я, как говорится, в одном меме испугался. Но страх оказался фантомным. Потому что мы быстренько заколотили ему 2 мяча. И соперник не выдержал. Вот так вот, друзья. Мбаппе не справился. Дальше нам встретился босс качалки. Это Хён Сон Мин и Гризман в атаке. И, как вы поняли, тут все сводилось к тому, что чел получает мяч. И просто нон-стопом херачит Финеса. Мы тут даже боролись. Пытались что-то показать. Но Финеса не контрац. Я не знаю, я двигаю вратаря. Не двигаю. Он как долбоеб. Просто внутрь уходит. Короче, полная дичь, блядь. Зато посмотрите, какой красивый гол забил Захарян. Какое дерьмо он мне забивает. Такие шедевры я ему закидываю. В общем-то, счет был то ли 3-2, то ли 3-3. Да, 2-3. Вот я сейчас смотрю. И даже могли где-то закомпетчить. Но это Норвег. Это Норвег. Вот вы заметили, все Норвеги, блядь, нахуй. Логотип, блядь, на весь стадион ставят. Говоря о том, что я Норвег, либо Швед. Что? Что это за физика мяча? Вообще, ебанно. Это специальная игра, чтобы я не догнал мяч сделал. Я вам отвечаю. Ну ладно, несмотря на это обидное поражение, я не сдавался. Я вас учил никогда не сдаваться. Тем более, какая команда у нас, которая не сдается. Сделали 8 побед. Встретили последнего соперника. Там язычное было. 1-0. Соперник ливнул. И в целом мы получили 9 побед. Ну в целом, что можно ожидать от состава, который там наполовину состоит из эволюционных карточек сборной России. Мне кажется, отличный результат. 9 побед по итогу. Хочется еще пару слов рассказать про самую лучшую карточку в моем составе. Это эволюция Илюченко. Вот это 84. Это просто что такое. Вот на примере одного матча. Вы посмотрите, как он толкается. Как он бежит. Как он отнимает мячи. Как он по шестерочкам бьет. 1-0 ведем. Дальше. Снова Илюченко. 2-0. И вот тут началось веселье. Вы посмотрите на анимацию Яшина. Что это такое? Он мне вот это дерьмо забивает. И празднует очками. Прикиньте, какой токсик мне попался. Я такой, ну ладно, хорошо. Забивает второй. Опять какой-то отскок. Счет 2-2. Он снова показывает очки. Ну, я тут собрался, пацаны. И вы посмотрите, что делает Илюченко. Бежит. Втыкается. Его это не останавливает. Он подбирает мяч. Бежит. Толкается. Это просто невероятный танк, блядь. И делает счет 3-2. Естественно, я ему очки в подарок тоже показал. Посмотрите, как он здесь в корпус ставит. Адван Диджике. Что это за машина, друзья? Он мне еще в друзья хотел добавить. Комендовать. Кстати, был забавный момент. Я его в рашек качал. И мне Челст Рейдза, который тоже его качал. И мы не смогли вместе сыграть. Так что, опять же, подводя итоги. Состав за сборную России сделал 9 побед. Как мне кажется, это очень и очень достойный результат. Награды я сейвлю на новое промо. Но открыл геройчика. Но там, к сожалению, нам поднасрали. Ничего интересного не дали. Робикин все лишь. Так. Небольшой перерывчик. Передохнули. И теперь едем к основному аккаунту. Ух, какой у меня тут аккаунт, друзья. Состав за 10 лямов плюс. С ума сойти. И в самом же первом матче, друзья, мне встречается вот такой сквад. Я когда увидел, я, конечно, в моменте охренел. Если это можно так сказать. Что? Пеле. Р9. Первообладатель. Что? Тут Чел Пеле из зубастика. Первообладатель. Чего, блядь? Леникер в атаке. Что? У меня в голове эрор просто какой-то. Честно. Я не знаю, как так вышло. Но сейчас мы можем забить гол, да. И при этом ты смотришь, ну, типа, остальной сквад, ну, это какая-то хрень. У него Леникер купленный, блядь. Вместе с этой командой, блядь. Но ничего интересного в этом матче я не увидел от соперника. К сожалению, либо, к счастью, никакой интриги не было. Я ему там накидал кучу мячей. Я параллельно с этим челом переписывался. Я ему написал, спросил, типа, йоу, чувак, что это за уровень удачи? Что ты ловишь и Р9, и Пеле в паке? И он говорит, а это мне не в паке выпало. Я говорю, а откуда? И он мне пишет, типа, дай забить гол, и я тебе расскажу. Ну, под концовочку я ему дал гол забить. И по итогу, друзья, что выяснилось? Это работник АМЮ. Я провел его детективное расследование. Он мне не врал, сказал правду. Там я через инсту его нашел, посмотрел. И ему электроник артс подогнали эти карточки. И у меня вопрос. Разве это честно? М? Вот ответите мне на вопрос. Разве это честно? Блядь, жарко нахуй стало. Я бы тоже устроился в какой-нибудь клуб поработать, если бы мне зубастика и Пеле дали бы погонять. Ну ладно. Первый матч. 1-0. Зафиксировали. Второй матч. Тоже там какой-то легкий типок нам встретился. 5-2. Обыграли. Следующий матч, друзья. И у него в атаке два пауэршотера. Я сразу почувствовал что-то неладное. Тут он мне какую-то срань забил. 1-0. Дальше мы быстренько отыгрались. 1-1. Дальше он мне кладет вот такой вот пауэршот в стиле подольский. Я такой, ни хрена себе. Интересно. 2-2. Женолька забивает. И он мне снова кладет пауэршот. Я такой, так, подождите. Неужели достойный соперник нам попался? И по итогу. Мы там доиграли до 70 какой-то минуты. И я выпускаю подольский, друзья. И он кладет пауэршот. Я такой, наконец-таки достойный соперник мне встретился. Ну и к 90-й минуте подольский оформляет дубль. И мы забираем победу в таком потнющем матче против пауэршотера. Вот так вот. Дальше у меня встречается, наверное, самый слабый соперник. Ну, именно по составу в этой викинг-лиге. И что вы думаете? У меня просто в сухую выносит ноль абсолютно шансов. Уничтожил. Так, дальше. Нам встречается какой-то состав с Мбапе. Но вроде мы тут тоже на язычах его обыграли. Вот тот матч, который хочу я вам показать, друзья. Винник в атаке. Но это не главное. Он мне забивает один гол. И потом какое-то проклятие висит на его воротах. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Я ебал, как забить нахуй. Это один из тех матчей, которые, видимо, хуй выиграешь. Ладно, один есть. Да как забить нахуй? На! Блядь, джиналя. Вы посмотрите на интеллект джиналя. К нему идет пас. Что это за реакция? Точнее, отсутствие реакции. Что это такое? Он просто стоит как вкопанный. Разве такое может быть в видеоигре? Объясните, ребята. Вот здесь вот, посмотрите. Он двигает вратаря в дальний. Я бью в ближнюю. Он все равно вытаскивает, блядь. Как же у меня очко болело. Что это такое, блядь? Ну, просто что это такое? Да как вы все расступаетесь, блядь? Блядь, ну это просто... Ну, я не знаю. Я просто не знаю, блядь. Что мне нахуй нужно сделать, чтобы забить в этом матче, блядь? И вот наступает 90-ая минута. Ну, тут смотрите сами. Да, да, да. Потяни, блядь, мразь. Да, ну это пиздец. Ну, это вот такой, блядь, классик. О! Найс потянул, блядь. Найс потянул, блядь. Найс потянул, пацаны. Давайте допы еще поиграем. Поборемся, блядь. Найс, блядь. Срочно этот матч надо выиграть, пацаны. Я не готов это дерьмо отдать. Опять же, вот когда ты в микро-моменте пересматриваешь вот эти вот анимации, ты, конечно, восторгаешься. Посмотрите, с какой скоростью защитник перехватил этот мяч. Посмотрите, как он врывается, как он летит. Он как будто проскользил, блядь. Сука, бесят анимации в этой игре. А давайте накажем этого уебана, блядь. Он тянул против меня. Так, последняя атака, пацаны. Ха-ха-ха-ха. Блядь, что за матч? Найс потянул, блядь. Ну, естественно, после такого грандиозного матча нам встречается снова какой-то норвежский кибер, который без шансов меня уничтожает. Ну, мы пропустим этот момент. Ну и дальше, друзья, хэтричок у нас последовал. Раз победка. Два победка. Три победка. Просто уничтожали все на своем пути. Никого не чувствовал. Блин, команда так играла. И вот, друзья, великая восьмая победа. Стата 8-2. А у нас осталось пять матчей. И как вы думаете, сколько я из этих пяти матчей выиграю? Сейчас расскажу. Но перед этим покажу, как Сона отнимает мячи. Ну, типа, вот скажите мне. Ну, вот это нормально? Ну, вот объясните вообще. Вот вы в здравом уме можете мне объяснить, почему Сон и Гризман так по ебанутому отнимают мячи. Если бы я рисовал карточку Сона, она выглядела бы примерно вот так вот. Вот без пизды. Там деф минимум 90, как будто бы у него. После статы 8-2. Босс качалки зашел. Мы тут проигрывали 3-0 на 83-м минуте. Мы даже могли сделать камбэк, но эта крыса начала тянуться. К сожалению, крысу не наказали. Счет 3-2. Щелчок. 89-я минута соперник тянет еще также 3-2. Возможно, кто-то подумает, что это тот же самый матч. Нихуя, это следующий же матч, вы понимаете? Я как будто бы в моменте попал в петлю времени. То есть два практически идентичных сценария. 3-2-3-2 на 90 соперник тянет мяч. И вот два луза подряд. Что же будет дальше? А дальше, друзья, что вы думаете? Мистер Зеленый Тефер. Мне попался просто каждый удар в зеленый Тефер. И тут тоже бесшансовое уничтожение. И вот оно, три луза подряд. И что вы думаете дальше, друзья? Четвертый луз подряд тоже вообще бесшансов. И вот в моменте стата 8-2, друзья, у меня превратилось в стату 8-6. То есть на этом этапе я уже такой сижу и думаю. Так, подождите. То есть я сейчас сделаю либо такой же результат, как состав сборной России. Либо даже хуже. Ну ладно, оттягивать не буду. Мне в концовочке дали ну прям какого-то откровенного бомжа, которого я обыграл со счетом 5-1. То есть они такие кости кинули, типа, ну ладно, на. Чтоб ты не расстраивался после четырех лузов подряд. Бля, четыре луза подряд. Я еще каждому заходил на аккаунт, смотрел. Это либо Швед, либо Норвег. Каждый бьет в зеленый Теф. Каждый знает все метовые фишки. Ну и у каждого, естественно, по стандарту состав хуже моего. Это то, о чем я вам каждый раз говорю. Состав не имеет значения, и эти две Викенд Лиги доказывают то, что я всегда вам твержу. Состав за лям, состав за 10 лямов. А один хуй, один и тот же результат. Так что Pay to Win по сути в этой игре не работает абсолютно. Я вам честно скажу, в этой Викенд Лиге Женоля это просто кусок ебаного говна. Как же хуево он двигался. У него как будто статы были, бля, бронзовые карточки. И я вам отвечаю. Илюченко даже лучше выглядел, чем, бля, Женоля. Я не рофлю. Илюченко лучше играл в Викенд Лигу, чем Женоля, блядь. Не знаю, может быть, бля, коннект, может быть, хуект, может быть, подбор. Я уж не знаю, на что сетовать, блядь. Либо, бля, я не знаю, в моменте просто разучился играть. Такое же тоже бывает. Награды, опять же, я сейвлю на новое промо. В пятницу уходит, поэтому в пятницу приходите ко мне на Twitch канал. Там у меня миллиард паков примерно засейвлено. Я вот в пике 84+, вроде, поймал этого Фабио Карвалио. Я сейчас смотрю, его нет на рынке. Там, видимо, какой-то прикольный кибер за него закреплен. О! Мы сразу карту... Это что за анимация? Что за темнота? Я нихуя не вижу, блядь. Что это за анимация, блядь? Просто по коридору идет, говорит, темнота. Что это? Кто это? Что это за анимация, блядь? Чимберленд, нихуя себе статы. Бля, у него ЦАП, РВ, РМ. Что за пиздец, а где ЦП позиция? Что за хуня? Какой-то новый пик за 150 тысяч появился. Открываем. Самбо. Самый крайний. Дебен, Рахмат. Блядь, 2,85. Блядь, 3,85. А 4 будет 85? Пиздец, говна, дали. Ну я вахую. Так, давайте второй мы тоже открываем. Опа, талотик. 218 тысяч. Мы окупили пик. Кто пиздел, блядь? Окупили пик. Слева открываем. Гримальду. Слушайте, а тут уже рейтинги побольше. 86, 87. А, но неинтересно. И последний. Хесус на вас. Ну, до лотика забираем. Задержит 80 игроков с общим рейтингом 80 или выше. Охуеть. Смотрим. 80 игроков. Так, невероятный волкаут. Нихуя не видно. ЦЗ. Ай, что, блядь, темнота такая пиздец. Что за ним? Дэй Брюйна 90. И Грегерс. Грегер. Грегерсен, блядь. Фух, друзья. В общем-то, вот такой вот контент получился. Что я могу сказать? Я заебался, блядь. Отыграть две викинги. Потом еще эти две викинги смонтировать. Ну, типа, я смонтирую сам. Поэтому у меня двойная работа получается. Надеюсь, вы кайфанули от этого ролика. Будет обидно, блядь. Иногда, знаете, я вот делаю какие-то такие длинные, как мне кажется, интересные ролики. И они набирают, ну, там, блядь, в 10 раз хуже, чем какая-нибудь нарезка с трансляцией. Я такой, блядь, что я делаю не так? Поэтому, если вы посмотрели этот ролик, не поленитесь. Напишите какой-нибудь комментарий. Оставьте лукас. Пишите в комментариях, как вы отыгрываете викинги. Что считаете по поводу моей философии. Что состав нихуя не решает. Я вам даже вот на деле уже доказываю, что нихуя не решает. Да, если в процентном соотношении 80 на 20, наверное, примерно получается. 80% это руки. Ну, и 20 бонусом вы получаете там буст от карточек. Опять же, 9 побед это неплохой результат. Я не буду прибедняться. Это типа окей. Такой средний хороший результат в этой игре. Но когда, блядь, ты составом за лям и составом за 10 делаешь один и тот же результат. Ты иногда думаешь, а нахуя мне эти карточки, блядь? Надо играть душевными карточками. Ребята, это та философия, которую я всегда продвигаю. Заиграйте душевными карточками и кайфуйте, блядь. Для этого, как раз таки, у меня есть аккаунт со сборной России. Вот и так, друзья, много напиздел. Надеюсь, я вас не заебал. Если заебал, напишите об этом в комментариях. Будет интересно почитать, кого я заебал. А дальше любители FIFA Mobile. Кайф, блядь. Я уже как традицию делаю, что после основного ролика немножко добавляю FIFA Mobile. Все. Теперь пойду это все монтировать. И снова, друзья, всех рад приветствовать в мобильной FIFA. Сейчас вам расскажу, покажу, что изменилось в моем составе. По традиции откроем пикетики. Заберем награды за премиум абонемент. Дошел даже разиню 96-го уже. Составчик я немножко переделал. Как вы можете заметить, тут новые карточки, которые мне упали вне записи. Это Жао Канцелу. Отличный ЛЗшник. Уже прокачал до 106-го рейтинга. Надо будет потом до 107-го прокачать. Это Стивен Джерард, который мне упал. Он вроде 103-й был. До 107-го качнул. Пирла вы вроде видели. Прикупил я себе Беллингема 108-го за Лярд. Так, давайте начнем с пика 1 из 4-х. Тут может упасть 96-й, 102-й, либо 103-й, 105-й. И наслаждаемся своими наградами. Опа, сколько? 399-й карты. Тут надо уже посмотреть, кто из них дороже всех стоит. Ну, по футбину местному, говорят, что самый дорогой тут Решфорд. 52 миллиона стоит, кстати. Нормально. Так, теперь 99-105-й игрок Золотого Меча. Это Кэхел, он мне уже падал вроде, да. Так, теперь 100-й плюс за 500 поинтов. Так, это великий нападающий Джека. Кэхел, Джека, пока что идем по прям лютым типам. О, Корея. Кто там? А, там Сезеки, Минджа. Я на секундочку подумал, может быть, это Сончик, но нет, это центральный защитник. Вот такой вот интересный пак в магазине. 101-й, 103-й рейтинг за 800 поинтов. Смотрим на флаги. Испанец. Вратарь. Кто там? Что-то даже не знаю. Дхе, 101-й. Нет. Ну же, давайте, что-нибудь грандиозное. Флаги. Блядь, этот Бролин мне 55 раз падал уже. Я не знаю, у него шанс выпадения прям какой-то лютый. Так, это Кумир. ЦП. Верон какой-нибудь или кто там? 101-й рейтинг. Ну, опять же, с полузащитой у меня тоже там все забито. Так, давайте вот эти вот по 500 пощелкаем. Есть подозрение, что здесь может повезти. Далее, ЛВ, вряд ли это что-то. А, Эльшареви 98. Это продаваемые, кстати, паки. После того, как мы все по 500 скроем, мы получим гарантированно 102+. Опа, испанец какой-то. Нападающий. Оу! Да ладно, бутрогенчик? Оу-ху-ху! Ребята! Вот это улов! Это продаваемая карточка на секундочку? Или нет? Или да? Ну, слушайте, сразу слить, наверное, его. Скорее всего, он подешевеет. Бля, вот это неожиданно было. Это без гаранта вроде было даже. Охренеть. 790 миллионов. А, и вот, собственно, гарант 102+. То есть, это без гаранта было охренеть. Ну, давайте. 102+, это в любом случае плюс бабки будет. Надо понять, кто. Португалец. Блядь, нет. Ну, это хрень. Это 102-й. Блядь, в гарантии выпало хуже, чем не в гарантии. Вот такой вот парадокс. Короче, что я сделал? Я продал Биллингема, я продал Драгба. Чё-то карточки быстро начали падать в цене. И теперь у меня на аккаунте почти 3 миллиарда монет. Буду сидеть и думать, кого купить и в какой момент купить. Это, наверное, самый главный вопрос. Потому что тайминги здесь иногда нужно ловить. Вот это все. Продолжение следует...